А мы продолжаем программу и представляем наших следующих гостей. Это Юрий Павлович Вяземский, профессор МГИМО и ведущий программы «Умницы и умники» на Первом канале. Ну и, конечно же, Михаил Александрович Ненковский, ведущий Ярославского этапа этой самой Олимпиады. Здравствуйте! Доброе утро! Юрий Павлович, расскажите, сегодня у нас закончился Ярославский этап. Какие впечатления у вас от Ярославцев? Пускай Ярославский расскажет. Какие у меня впечатления от Ярославцев? Ну, потому что, понимаете, я сидел в Ариапаге, а Ярославский был на дорожках, он был ведущим. Вам же есть с чем сравнить, поэтому вопрос адресован именно вам. Вы же по всем, я так понимаю, ездите региональным мероприятиям и потом убираете себе. Я езжу далеко не по всем, я езжу только в те регионы, которые для меня интересны, которые я люблю. А тем более, что Ярославская область относится к основателям движения «Умники и умницы». Поэтому вот в Ярославле я езжу все время. Сразу вопрос, почему любите и чем запоминается вам Ярославль? А как вы думаете? Мы-то его любим, безусловно, конечно, но вот чем он запоминается? Ну, я думаю, что, наверное, раз игра у нас интеллектуальная, значит, интеллектуальный потенциал высок в Ярославской области. Да. Вот. Хорошо. Если настаиваете, я бы тогда обратился к Михаилу Александровичу. Михаил Александрович, по итогам нашей игры, да, Ярославской, уже давно проходит, давно ведете. Есть прогресс какой-то в участниках? Что происходит? Ну, знаете, на самом деле мы вот третий год этим занимаемся. И, в общем, каждый год есть очень интересные ребята. И говорить о том, что там кто-то был лучше, кто-то хуже, это трудно. Интересно наблюдать за ними на протяжении сезона. Сначала они приходят очень скованными, зажатыми, боятся отвечать на вопросы. А вот на финале Юрий Павлович не даст соврать. Они были невероятно раскованы, свободны. Ну, не всегда отвечали правильно, но их-то совершенно не смущало. Вот. И, во всяком случае, очень приятное впечатление производят. Я вообще люблю умных детей. Их много. Их надо показывать по телевизору. Для этого, наверное, все это и делаем. Хорошо. У нас третий год идет. Юрий Павлович занимается с 92-го года, насколько я понимаю. Совершенно верно. Сейчас 23 сезон. Этой игрой 23 сезон. В чем секрет долголетия вот этого долгожительства передачи? Пускай Инковский расскажет. Потому что я не знаю. Я в 92-м году начал совсем другую передачу вести на Ярославском телевидении. А «Умники и умницы» тогда это так называлось, еще смотрел. Но вот в чем секрет? Нет, я догадываюсь, в чем секрет. Пусть Юрий Павлович от. Юрий Павлович, шар на вашей стороне. Я думаю, что просто русские, российские, в широком смысле телезрители, они очень умные. Они тянутся как раз именно к таким программам, где умные дети отвечают на интересные вопросы. Причем, понимаете, вот мою передачу очень часто называют «Викторина». На самом деле она не «Викторина». Потому что «Викторина» – это программа, которая рассчитана на широкий круг телезрителей. То есть когда миллионы людей могут отвечать на мои вопросы. А у меня же ведь не так. Идет игра по Древней Персии, например, или по зарастрийцам. Но откуда миллионы людей… Заратус труда, я не думаю, что многие знают. Кто такой был Заратус труда и так далее. Поэтому смысл заключается в том, чтобы в вопросах и ответах рассказать нашим телезрителям о самых различных областях культуры, истории, литературы и так далее. И вот таких вот умных людей в России чрезвычайно много. Ни один американец в свое время сказал, я ему предлагал, а почему бы… Тогда еще были хорошие отношения с Америкой. Почему бы не запустить аналогичную программу в Америке? Он сказал, Юрий, это совершенно невозможно. Потому что в Америке… Не будут смотреть на умненьких? Нет, люди не должны чувствовать себя абсолютными идиотами перед экраном. А я, когда смотрю на твои вопросы, я чувствую себя абсолютным идиотом. Вот у русских этого нет. Тяга к знаниям есть. Они не чувствуют себя идиотами. Им интересно, о чем идет речь. Вот это мой такой ответ, но… Это правда. Потому что я много лет смотрю эту программу, и это именно так. Я тоже ничего не знаю ни про Древнюю Персию, ни про Зароастрийцев. Если что-то и знаю, то только из этой передачи. А по поводу долгожительства, надо еще ее красиво делать, красиво вести. Я думаю, что… Да простит меня, Юрий Павлович, но личность ведущего в этой программе играет очень значительную роль. Ну, вы теперь поняли, почему я хотел, чтобы этот замечательный человек ответил на этот очень сложный и трюккий вопрос. Потому что самому себе комплименты говорить не комильфу, да? Согласен. Не иссякли ли еще темы для интересных вопросов? Ну, это же вся мировая культура, вся мировая история, вся мировая литература. Там это просто невозможно. 23 года. Ну и что? 23 сезона. Как тебе? Да хоть… Что, правда? Да. Да, мама возраст. У меня 18, нет, уже 23. Да, мама возраст. Почему? Не в эфире. А если 18? А если 16? Да по мне так и 23 нормально, но тем не менее. По мне так тем более. Ну хорошо. Нет, они не иссякли, они не могут иссякнуть, понимаете, даже если тысячу лет передачи существует, но культура-то существует. То есть ни разу, ни один вопрос не повторялся? Конечно, повторялся. Повторялись? Повторялись, потому что некоторые вопросы очень неплохо, чтобы они повторялись, чтобы они звучали, понимаете. Это, опять же, повторяю, это не викторина. Там есть замечательные высказывания Наполеона или Горчакова или других мудрейших людей, там, Сократа, Платона, которые неплохо было бы услышать, причем некоторые из них чрезвычайно актуальны. Иногда настолько актуальны, что даже у меня возникают проблемы с прохождением через... У нас цензуры нет, но у нас есть редактура. А, вот, согласен. Слушал бы и слушал. Хотел узнать у Михаила Александровича, для Ярославля, для ярославцев, какое значение имеет игра, на ваш взгляд? Вы знаете, мне кажется, что она пользуется определенной популярностью, во всяком случае, очень многие говорят, что они ее смотрят. И это, опять же, хорошо под тем же самым причинам, люди узнают что-то новое. И, кроме того, это вообще популяризация гуманитарного знания. Это популяризация интересных, толковых, продвинутых детей. Вот популяризатор, видите? Да. На экране. Наш региональный этап. Это правда. Это я, между прочим. Это ярославский язык, что ли? Или, скорее, я, наверное, все-таки московский инковский. Московский инковский. Московский инковский. Звучит уэтичный. Лучше звучит. И я думаю, что людям это интересно на самом деле. При том, что, ну, вы знаете, что в свое время я там вел и иные передачи, связанные, опять же, с интеллектуальными играми для школьников. Это всегда пользовалось популярностью. Причем я помню, когда мы работали в прямом эфире, когда пожилые люди звонят в эфир. Это значит, что это интересно смотреть на умных, талантливых ребят, людям совершенно разного поколения. Я сам с удовольствием на них смотрю, при том, что те, кто играл там у меня в 92-м году, это же совершенно взрослые люди. А вот новое поколение, ну, ну, зря их ругают вообще на каждом углу. Вот об этом я и хотел под завершение передачи и поговорить. Потому что столько мнений, и в основном негатива почему-то, да, идет, что молодое поколение не учится, не хочет ни о чем думать. Я понимаю, что вы видите лучшее, да, сливки общества. Это все телевидение виновата. Вы не тех показываете. Как вы думаете? Вы не тех показываете. У меня ответ очень простой. Детей плохих не бывает. Бывают плохие родители. Или плохие воспитатели, если родителей нет. Самый частый вопрос. Юрий Павлович, дорогой, как сделать так, чтобы мой ребенок читал книжки, как ваши умники? Я задаю встречный вопрос. Говорю, а вы сами читаете? Ну, Юрий Павлович, ну, когда? Я же ведь там готовлю, я работаю. Я говорю, а муж читает? Ну, когда? Я говорю, ну, если вы не читаете на глазах у детей, то как же вы хотите, чтобы они читали? Все понятно. Мне интересна очень судьба детей дальше. Вот победили наши ярославские... МГИМО же поступают. Это правда, кстати? В том числе МГИМО. Ну, пока вот из... Ну, телевидение на всех обманывает. Но не ярославское телевидение, поэтому я не могу здесь врать. То есть вот сейчас мы сняли третий сезон. Пока вот из движения умники и умницы, где мы еще никто не поступил. Но до этого просто поступали ребята из Ярославля, которые попадали на передачу по письмам. То есть ярославцы... Умненькие. Умненькие, как-то вы нехорошо сказали, умненькие. Умненькие, это когда человек вот такой, ты умненький. Ярославцы умные. Они умные. Умные. А еще лучше сказать умницы. Умницы. Друзья мои, позвольте, во-первых, вас называть теперь друзьями, раз мы познакомились. И нам лично с Екатериной очень приятно. Безусловно. Таких-то друзей имечу. Позволим. И позволим, может быть, все вместе называть вас друзьями нашим телезрителем. Телезрителем первого Ярославского, которым сегодня, я считаю, что посчастливилось увидеть тех людей, которые поднимают интеллектуальный потенциал России, Ярославля в том числе, и пропагандирует будущее интеллектуальной России среди, по крайней мере, всего ее населения. Простите, а нам посчастливилось, что нас увидели такие замечательные люди. Спасибо вам. У нас в гостях был Юрий Павлович Вяземский и Михаил Александрович Нинковский. Умники и умницы России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова